Продолжение следует... 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 Видим, что имеется питающий сосуд из бассейна правой печёночной артерии. Большая опухоль, расположенная под диафрагмальных отделах правой доли печени. Проведена химиомболизация с ферроспектрами 300-360 с доксорубицином. Затем дополнительно проксимальная окклюзия с ферроспектрами 450-480 и 630-690 микрон. Диагностическая контрольная по ДКТ выполнена. Полная девоскулиризация опухолевого узла. То, что видим внизу полумесяца или серповидная полоска, это статус контрастов в крупных сосудах. Контрольное КТ проведено на четвертые сутки после химиомболизации. Большая зона ишемия с множеством пузырьков. Как видите, это реконструкция в коронарной плоскости. То же самое видим множество пузырьков. И сохраняется зона кровоснабжения примерно на 15% в верхнем полюсе опухолевого узла. То есть, вот здесь вот был вопрос, а не абцесс ли это? Сразу скажу, что это не абцесс. Очень часто бывают мелкие пузырьки воздуха после химиомболизации. Особенно, если мы делаем контроль на третьи, на четвертые сутки после окклюзии. И критерием является не только картина компьютерной томографии, но и клинические исследования лабораторные. В частности, лейкоцитоз или воспалительные какие-то изменения в крови. При этой же, тут выяснилось, что имеется, как говорится, паразитарное кровоснабжение из правой диафрагмальной артерии. То есть, все признаки прорастания в диафрагму. На данных слайдах представлено исследование слева. Это стартовое исследование январь 2023 года. Видите гиперваскулярную опухоль в правой доле печени. И буквально на днях сделали контрольную компьютерную томографию. Зона ишемии, которая была проведена в июне месяце полностью. То есть, полная девоскуляризация из бассейна правой печеночной артерии. Но, как видите, что из бассейна правой диафрагмальной артерии имеется рост опухолевого зла. Ну и вот на днях будет повторная химиомболизация диагностическая ПДКТ с оценкой состояния бассейна правой печеночной артерии. Пациент 71 год. Хронический вирусный гепатит. Цирроз печени. Компенсированная форма по классу А по ЧАЛПЮ. В декабре 2022 года проведена масляная химиомболизация правой доли печени. В марте 2023 года проведена селективная химиомболизация с ферроспектрами 360 микрон с 50 миллиграммами докса рубицина. Вот это вот исследование, начальное исследование, сентябрь 2022 года. Два узла в правой доли печени. 7 на 8 сантиметров в пятом-шестом сегменте. И 3 на 2 сантиметра в восьмом сегменте печени. В июне месяце проведена повторная химиомболизация с ферроспектрами 210-240 микрон. Проведена окклюзия обоих узлов. Сделано перед этим диагностическое ПДКТ. Как видите, идет полное восстановление кровоснабжения опухолей в восьмом сегменте печени. И видите, что частично идет восстановление кровотока по периферии в виде ободка большего образования. И вот контрольная компьютерная томография проведена в августе 2023 года. На правом, на левом слайде видите, это нативное КТ-исследование. Видим глыбки липиадола после первой масляной химиомболизации. И на правом слайде это состояние артериальной фазы исследования. То есть ничего не поменялось. Видно глыбки липиадола. Имеется полная девоскулиризация опухолевого узла. Здесь то же самое. Для наглядности слева это КТ-реконструкция нативной фазы исследования. И справа это исследование в артериальную фазу контрастирования. Это портальная фаза. Слева нативное исследование. Видим глыбки липиадола в обоих узлах. И справа это, скажем так, позднее артериальное или портальная фаза исследования. Полная девоскулиризация обоих узлов. Пациент 75 лет. Гепцелулярный рак на фоне вирусного гепатита С. С декабря 2019 года проведена 4 раза выполнялась трансартериальная химиомболизация. И по данным КТ от августа 2023 года. Правый слайд отмечается уменьшение размеров с выраженным сохранением кровоснабжения опухолевого узла. И планируем теперь повторную трансартериальную химиомболизацию. Пациент 72 года. Гепцелулярный рак. Хронический вирусный гепатит. Цирроз печени. В исходе хронического вирусного гепатита С. Класса по Чайл-Пью. Опухоль 8 сегмента диаметром 2,5 см. Проведена первичная масляная химиомболизация в июне 2019 года. Трансартериальная химиомболизация в январе 2020 года. Сфера спектрами с доксорубицином. Затем в феврале месяце проведена микроволновая абляция. И слева слайд. Это до лечения. Июнь 2019 года гиперваскулярная опухоль. И справа. Июнь 2023 года. Состояние после комбинированного лечения. Признаков рецидива нет. И вот посмотрите на правый слайд. Вот здесь мы видим, что проведена микроволновая абляция. С УЗС таргентированием. То есть видите. Узел отдельно находится. То есть абляция проведена неадекватно, как видим. То есть УЗИ таргентирования на данный момент является как бы не очень... Все идет к тому, что при абляции нужно, именно нужен ПДКТ контроль для достоверного позиционирования от зондов. Метастаз нейроэндокринной опухоли тонкого кишечника в печень. Слева видим в пятом сегменте мелкий гипервускулярный узел. Пациент 44 лет. Нейроэндокринная опухоль тонкой кишки. Метастаз в печени. Проведено два курса трансэртериальной химиомболизации. Декабрь 2019 и ноябрь 2020 года. И по сей день проводится симптоматическая терапия с аматулином. Значит, слева слайд. Это 2019 год. Компьютерная томография стартовая. И справа это уже апрель месяц 2023 года. Полная. То есть, опухоли по компьютерной томографии не визуализируются. Этот же пациент. Два узла выше. Два гипервускулярных узла. И 2019 год слева, справа апрель 2023 года. Метастаз колоректального рака в левую долю печени. Пациент 73 года. В четвертом сегменте крупный метастаз единичный. Проведена химиомболизация печеночной артерии. Селективная сфера спектрами 210-240 микрон. В декабре 2019 года. Затем в январе 2020 года проведена резекция печени. И гистологическая картина аденокарцинома с патоморфозом третьей степени. Слева. Ой, слева. Слева это уже июнь 2023 года. Слева. Состояние после сегментарной резекции печени. И справа это стартовая, когда был крупный метастаз в печени. Выводы в результате использования. Микросфера продемонстрирует себя в качестве универсального эмболизационного материала. Как при трансартериальной химиомболизации, так и при эмболизации без насыщения химиопрепаратами. И может эффективно, безопасно применяться как при первичных и метастатических опухолях печени. От себя хочу сказать, что зря некоторые говорят, что не нравятся они, не всем они нравятся, вот эти микросферы. Потому что их имеют склонность к сладжированию. Но при интенсивном встряхивании они в течение 30-40 минут в секунду, это не сложно сделать. Все эти сложности уходят. Я говорю о тех препаратах, которые были изначально созданы в 2019 году. А сейчас же картина совсем другая. Они поменяли, во-первых, диаметр. И улучшили свойства их. Они теперь более такие тугие. И как бы не сладжируются при обычной, как написано в инструкции, что надо их переворачивать там 10-15 раз. И тогда все. То есть сейчас на данный момент микросферы, которые выпускаются, они соответствуют полностью инструкции. И хотелось бы сказать, что сегодня я посмотрел, есть вот у нас там Эмбокс, вот эти новые, ну новые старые или старые забытые новые препараты, который представлен у нас. И интерес, вот возник то, что вот Эмболизаты представлены такие, цилиндрические Эмболизаты, их можно как бы тоже имеет место быть. Очень хорошо, что есть альтернатива. И по цене сразу скажу, что они гораздо дешевле, что тот, что другой препарат. Они гораздо дешевле импортных и ничем не хуже. То есть я работал давно, когда их не было и десибедом, и гепосферами. То есть никакой разницы не ощущаем. Закупили полторы тысячи флаконов, за три года израсходовали где-то 1200. Ну, порядка 300 где-то еще осталось. В год у нас уходит где-то 200-300, более 300 где-то микросфер. То есть не жалко. При любой патологии можно закрывать, начиная от кровотечений. И самое главное, выбрать размер микросфер. Это зависит от диаметра сосудов, локализации. И, как бы, чтобы самое главное, не получить какие-то неадекватные осложнения. Спасибо за внимание.